всем доброй ночи друзья мои этот заговор который я хочу вам подарить точнее заговор и ритуал несложный ритуал это мой личный ритуал который я не раз в жизни использовала я время от времени отдаю вам свои личные наработки кстати спасибо за замечательную книгу тени которые мне отправили на днях четыре стихи четыре камня я стала туда переписывать свои свои заговоры мои личные которые я только для себя использовала и временами решаю делиться с вами поскольку мы с вами же стали родные люди можно сказать магия это догмат одна истина связывается с другим и пользуясь этим знанием этим законам магии и создала огромное количество очень сильных и рабочих ритуалов и заговоров обрядов которые помогли многим еще помогут преодолеть трудности в жизни случаются ситуации когда пытаются вас сломить это не обязательно люди это могут быть и обстоятельства это могут быть предчувствия это могут быть душевные переживания и все это вас может сломить если вы не найдете в себе силы не абстрагируетесь и не станете с этим бороться чтобы убрать душевную боль чтобы убрать вражду чтобы убрать силу сломить силу тех людей которые могут знаете так и навалиться и сломать вас разочаровать вас в жизни когда вокруг очень много подлости то человек особенно творческий человек талантливый человек он перестает получать удовольствие от своей работы он уже не с тем рвением идет туда в этом и есть в этом и состоит задача подлых людей сломить другого человека сделать подлость быть может кому-то приглянулась ваше место рабочие и пытается всячески вставляя палки в колеса вас убрать или чтобы вы устали бороться и ушли различные бывают ситуации одним словом если вы на моем канале давно то наверняка у вас есть котель котелок для трав если нет то приобретайте но обязательно чугунный это обязательно условия в этом заговоре может маленький котелок как вот здесь может большой без разницы вы можете этот котелок использовать и в других ритуалах работах или просто окуривать травы дома но котелок должен быть чугунный итак поскольку в основном мои работы несут обучающий характер на перед экраном естественно я просто объясняю что как нужно делать чаще всего но здесь я это сейчас проводить не буду потому что нет нужды но поскольку я вам дарю эту работу я вам объясню что нужно делать значит черный алтарь проводите в сумерки ночью темное время суток вечером неважно любой день вам нужно приобрести либо можжевельник либо каль календулу либо полынь значит либо могильник либо зверобой все перечислила травы которые вы можете использовать я использую сейчас можжевельник перед вами котелок черные восковые свечи в один ряд в котелке у вас окуривается трава та трава которые из этих всех перечисленных у вас есть одна трава не нужно все перемешивать читайте 6 раз этот заговор ждете пока свечи догорят до маленьких там агарков останется их собираете откладываете подальше эту траву в котелке когда она догорит оставляйте до утра на следующий день траву можете высыпать просто выкинуть котелок убрать эти свечи оставшиеся все что осталось от свечей берете относите под дерево кладете 6 монет рядом с этими свечами говорите откупаюсь отворачивайтесь и уходите заговор очень сильно очень быстро сработает вокруг вас начнется переполох который вас не коснется но это буря будет просто кружиться и очищать пространство вокруг вас практически ну буря не дословно понимаете да но чтобы не делали эти люди они вас не смогут сломить если у вас серьезная проблема то проведите три раза в неделю вот если прям серьезные преследования не знаю если там на вас дело шьют если пытается вас вытравить откуда то если просто нет сил сопротивляться душевной боли вам хочется чтобы эта душевная боль оставила вас и ушла если очень серьезный случай то проводите три раза в неделю каждый раз одно и то же шесть свечей в ряд черных свечей восковых значит перечисленные один из этих перечисленных трав и обязательно чугунный котелок когда будете покупать спрашивайте уточняйте это чугун или что-то иное там что-то должен быть чугун если вы все сделаете правильно вас никто не сможет одолеть так и назову чтобы не сломили за шесть гор есть черная пещера в той пещере матерь черного дэва живет очаг в пещере стережет силу жизни оберегает все тайны людские знает у матери дэва есть чугунный котел в том котле колдовская трава горит и дымится тот чугунный котел не гнется не ломается ничем и никем не разбивается кто посмеет тот котел разбить тот сам загнется тот перестанет жить как тот котел нельзя ничем и никем разбить так и меня имя ваше ингу ничем и никем не сломить не сгубить зубы губы ключ замок язык заклято я шесть раз читать не буду но вам нужно читать шесть раз я надеюсь вы запомнили за семь гор есть черная пещера в той пещере матерь черного дэва живет очаг в пещере стережет силу жизни оберегает все тайны людские знает у матери дэва есть чугунный котел в том котле колдовская трава горит и дымится тот чугунный котел не гнется не ломается ничем и никем не разбивается кто посмеет тот котел разбить тот сам загнется тот перестанет жить как тот котел нельзя ничем и никем разбить так и меня ингу ничем и никем не сломить не сгубить зубы губы ключ замок язык заклята давайте еще раз за семь гор есть черная пещера в той пещере матерь черного дэва живет очаг в пещере стережет силу жизни оберегает все тайны людские знает у матери дэва есть чугунный котел как в том котле колдовская трава горит и дымится тот чугунный котел не гнется не ломается ничем и никем не разбивается кто посмеет тот котел разбить тот сам загнется тот перестанет жить как тот котел нельзя ничем и никем разбить так и меня ингу ничем и никем не сломить не сгубить зубы губы ключ замок язык заклята проведите и результат вас приятно удивит запишите это отдайте своим детям при любой ситуации травля в школе в институте какие-то неприятные ситуации этот заговор вам поможет просто выйти сухими из воды пережить трудность без потерь всем желаю удачи